Россияне стали больше есть хлеба. К такому выводу пришла компания по изготовлению хлебопекарных ингредиентов. Ирекс в марте побила собственные рекорды по производству сырья. Как работает предприятие в Люберцах, проверил глава округа Владимир Ружицкий. Хлеб всему голова. И чтобы главный продукт потребительской корзины дошел до покупателя полностью безопасно, на первом этапе. На предприятии, где делают хлебопекарные ингредиенты, ввели новые усиленные санитарные нормы. У нас всегда были достаточно жесткие санитарные нормы, которые мы выполняли. У нас же есть материнская компания, которая более 160 лет. И там, конечно, достаточно резко среагировали на новые условия. И нам оттуда уже были высланы все предписания. Например, разделили смены рабочие для того, чтобы они работали и не пересекались друг с другом. Мы не мименизировали контакты. На удаленной работе все, кто может не находиться в офисе. Усилена дезинфекция поверхностей. А самочувствие работников проверяют каждые три часа. В сменах уменьшено количество сотрудников до 15 человек. На уникальном оборудовании продолжают изготавливать порядка 150 наименований хлебопекарных и кондитерских смесей. Сегодня предприятие приближается к миллиарду рублей годового оборота. Это очень прилично. Это сегодня из крупных предприятий на территории Люберецкого городского округа. Предприятие, я оцениваю, будет только дальше наращивать обороты. Потому что все-таки это пищевая промышленность. Мы же не можем, скажем, из-за вируса остановить все, включая выпечку хлеба. Это просто невозможно. Поэтому, да, предприятие работает. Российский филиал Ирокс – передовой среди филиалов немецкой компании. В год производит 12,5 тысяч тонн продукции. И несмотря на нестабильные времена, предприятие на подъеме. В марте побит рекорд по продаже сырья хлебопекарням и хлебозаводам. Анна Троян, Сергей Гвоздев и Станислав Свечников. Телеканал ЛРТ.